Ребята, привет еще раз! Вам, вам! Слушайте, ну давайте я про себя, наверное, начну. У меня, смотрите, такая ситуация сложилась. Последний год, вот весь год мне навязывают, шепчут на ухо со всех сторон. Пашка, что тебя нет в ТикТоке? Почему ты не снимаешь Vine? Где твои трендовые видео, Павел? Ребята, я скажу честно, мне 41 год. Какой, блин, ТикТок? 41 год человеку. Ну челленджи снимают школьники, которые сбежали с уроков, правильно? Ну Vine, вот это вот все, мне неинтересно, у меня другая жизнь, у меня двое детей, у меня жена, у меня дохрена дел. Ну реально, реально. Я смотрю вот на зал, я понимаю, что вас тоже никого нет в ТикТоке. Да? Вас нет в ТикТоке, народ? Хорошо. Кто есть в ТикТоке? Поаплодируйте. Вот я смотрю на вас, но вот кроме дамы, все остальные, ну вы же взрослые люди, а? Вы же выглядите там как придурки, я вам клянусь. Ну не лезьте вы к молодежи. Все пытаются копировать там молодежь. И я вам скажу, что каждый раз, сука, это испанский стыд. Делают они, блядь, стыдно мне. Я изучил вопрос. Я думаю, надо посмотреть, что взрослые мужики делают в ТикТоке. Ребята, внимание, Николай Басков. Три, два, один, погнали. Обычно мяуки, мяу. Секси мяуки, мяу. Мяукни как робот, мяу. Мило мяукни, мяу. Мяукни как мальчик, мяу-мяу-мяу. Мяукни как крутой, мяу. Хочу напомнить, для вас мяукал народный артист России, мастер искусств Молдовы, кандидат искусствоведения, профессор капитры вокала, народный артист Украины и народный артист видеороликов Николай Басков. Я хочу сказать словами песни Николая Баскова. Это натуральный капец. Я думал, только одно такое видео у Коли. Ребята, все такие. Еще один шедевр от Баскова. Внимание. Какой большой у Коли рот. Видимо, он выступал недавно у больших людей. Посмотрите, собака в шоке. Я подумал, может, это единичный случай. Может, только у Баскова свистанула золотая фляга. Нет, ребята, внимание, Михаил Галустян. Это друг Кадырова. Председатель Федерации Стрельбы. Взрослый человек. Он мой друг тоже, но Мишка... Аплодисменты Мисе Галустяну. Он нас смотрит, я уверен. Мишаня, тебе 40 лет. У тебя двое детей. Я уверен, какой разговор там был дома. Папа, папа, поиграй с нами. Секунду, мне надо в кабинет поработать. Алло, Михаил, мы нефтегазобанк. Мы хотим, чтобы вы стали лицом. Секундочку. Я ваш лечащий врач. Хотел бы проговорить по возрастную деменцию. Я не хочу участвовать в гонке трендов. Я буду не модный, не трендовый. Я буду адекватный. Я хочу этого. Самые популярные тренды весны. Знаете, какие были? Внимание. Облизни стульчак унитаза. И новый тренд. Описайся в штаны. Ребят, я знаю будет, какой новый тренд. Облизни обоссанные штаны. Почему все принимают в этом участие? Мне говорят, ты должен, должен принять в этом участие. Я приму в этом участие лет в 95 естественным образом. Я просто буду лежать на диване вот так вот с лужей. Теперь у стариков есть офигенная отмазка. Дед, ты обоссался. Я тиктокер. Вы понимаете, что это случилось впервые в истории человечества? Взрослое поколение лезет к молодежи, а не наоборот. И все пытаются быть в тренде за счет молодых, блин. Вот, вот популярный тиктокер Даня Милохин. Посмотрите, какой хороший, сладкий, маленький мальчик. Он стал популярным и сразу накинулись. Басков с ним спел дуэтом. Канделаки с ним запилило видео. Тимати спел песню. Джиган спел песню. Вы посмотри, это просто ведьмы, которым нужна кровь девственника. Посмотрите. Даня, беги, тебя Басков выпьет и высушит. Сейчас просто такая мода. Все за счет молодых пытаются быть популярными. Все. Я хочу обратиться к королю нашей эстрады. Фил, Филипп Киркоров. Поаплодируйте ему, поаплодируйте. Дава, ты прости, не при тебе будет сказано, но, Фил, какой, блин, Дава. Ты король, король эстрады. Дава, молодой начинающий артист. И с Давой недавно они спели про роликсы, про часы. Если кто-то не знает, напоминаю, просто посмотрите оригинал. Итак, оригинал. Роли на руке. Я не жду запер. Роли, роли на руке. Деньги в налике. Все, потекла старуха, все. Все. Роли на руке. Дава, песня про часы. Я понимаю, ты радуешься часам. Я понимаю, ты копил. Отказался от ремня. Ты пробивался, как мог. Ты снимал вайны. Ты живешь с Бузовой. Все виды унижения. Тебе нужны были часы. Просто нужны были, дорогие. Я понимаю, чему ты радуешься, Фил. Чему радуешься ты. Часы за 8 тысяч баксов. Ребята, мы, может быть, забыли, но у Киркорова в 90-е был огромный самолет. Самолет гигантский, на котором был написан Филипп Киркоров. Его лицо, и он возил только его одного. По фотографии видно, в то время не было нормальных фотоаппаратов, а у него был самолет. У Киркорова было 50 концертов в Кремле. Столько в Кремле не выступал даже Путин. Я посмотрел текст вашей песни. Внимание. Я всегда первый, хоть и не Петр. Дорого-богато на столе осетр. Да, ладно часы, но понтоваться рыбой? Я думаю, единственный, кто подумал, что вы гангстеры, это рыбнадзор. Ух! В сентябрь, а вылов запрещен. Хулиганы какие! Да, что за рифма? Петр Осетр? Последний раз такая рифма канала 300 лет назад. А что вы дальше не пошли? Стас Квас! С нами Прошка, замешая Крошку. Вы понимаете, что Киркоров такой богатый. Вы же понимаете, что Киркоров такой богатый, что у него на столе может быть Петр, а в Петре Осетр. Ну это так, Пил, ну ты чё? Более того, вы пошли к Курганту с этой песней. Посмотрите, как они пришли, посмотрите. Вот слева это молодой начинающий гангстер-рэпер в костюме тройка. И справа султан на выпускном. Вы посмотрите, как он выглядит. Это же посол 16 века в России. Но есть же ощущение, что Киркорова ждёт войско. Все приехали на машинах, а он на слоне в Останкино. Посмотрите на Киркорова, он выглядит как церковь. Поэтому, мне кажется, бабки и падают на колени туда. Я уверен, внутри есть свечи. Всё совпадает. Киркоров с Давой спел. Милохин спел с Бацковым. Вот просто кадры из клипов, посмотрите. Общий возраст людей на этих фотографиях 250 лет. 35 Дани и Давы, и вот две кошёлки тоже. Ну, держатся же некоторые. Я хочу обратиться к тебе, Киркоров, к тебе, Басков. Держитесь, мужики. Надо держаться. Не ведитесь на это всё. Вот Розенбаум, ну, Розенбаум же не сходит с ума, правильно? Он не подкидывается на это, что... Ой, у Моргенштерна вышел трек «Кадиллак». И быстрее к Моргенштерну бежать ему. Моргенштерн, давай запишемся, у меня есть идейка, давай. «Ау, в кадиллаке, суку, беру». Я вам клянусь, и в обычной жизни это уже всё так. Все попутали, все попутали. Мартиросян недавно в офисе ко мне подбегает, радостный такой, на настроении. «Пашка, есть классная новость!» Я думаю, ну, слава богу, хорошие анализы, наверное, пришли. Или что-то, скидки на горчичники. Давай, валяй, что у тебя там? Он мне говорит, слышал песню Моргенштерна «Ра-та-та-та-та-та». Я думаю, Мартир Роз, какой ра-та-та-та-та, у тебя 50 лет. Ты на третий этаж в офисе поднимаешься, и у тебя сердце «Ра-та-та-та-та-та-та-та» там уже. Какой Моргенштерн? София «Ра-та-та-та-та-та-ру» твоя, певица. Ребят, я не говорю, что Моргенштерн плохо, он просто не для меня. Он для молодежи, для школьников. Пусть кайфует, мне там с первого раза все понятно. Ну, ну не залетает мне, не залетает мне современный рэп. Я на биге воспитан, на тупаке. Ну какая ра-та-та-та-та. Ну как может, ну да, ну блин. Ну да. Ну как мне может залететь вот такой вот текст. Внимание. Ты такая вау-вау, я такой вау-вау. Ты такая мяу-мяу, я такой гоу-гоу. Давайте гадать, сколько лет человеку, который это написал. Давайте. Три, четыре, сколько? Не угадайте. Тридцать четыре. Автор этих строк рэпер Натан. Вот так он вы... Какие мяу-мяу? Ты взрослый, бородатый мужик из Средней Азии. В твоем возрасте у всех твоих сверстников минимум рынок. Минимум. У них там мяу-мяу в шаурме на входе и все. С другой стороны, я не прав, что я гоню на Натана. Я знаю его, он нормальный парень. И он бы такого сам не написал никогда. Просто это дуэт. И ему в дуэте в этом помогал, знаете кто? Ганвест. Покажите Ганвеста. Но если честно, он выглядит, как будто у человека закончился срок годности. Посмотрите, весь в татуировках, с сосками, с косичками на голове. Просто сатана трахнул детский мир. Мне кажется, если его лизнуть, можно три дня тусить. Без остановки. Я уверен, если под микроскопом коронавирус увеличить, там вот эта фигня в итоге. Окей, ладно. Вот отрывок из куплета Ганвеста. Итак, внимание, текст. Ганвест, я купил себе ролекс, это три миллиона рублей. Чего вы передаете эти часы друг другу, а? Я купил себе ролекс, это три миллиона рублей. Вот такой я молодец, а вот ты не молодец. Я хочу обратиться к Ганвесту, покажите его. Ганвест, то есть у тебя было время, чтобы забить себе полную морду татуировок, завязать цветные лосины сестры, было время сходить к стоматологу, чтобы он испортил все зубы тебе, и не было времени, чтобы найти рифму, к слову, молодец? Ты срифмовал не молодец. Там же куча рифма. Смотри, Ганвест, огурец, молодец, конец, творец, холодец. Ну это капец, отец, реально. Слушайте, с другой стороны, хорошо, что есть шоу-бизнес. Он всех отсеивает, и мы видим, они там. Хорошо, что представители других профессий так не сходят с ума. Представьте, если бы врачи в какой-то момент подумали, Опа, мы тоже просто хирург в какой-то момент. Отделаю операцию на открытом сердечке. Ставьте сердечки. Сердечки для сердечка. Сердечки спасут сердечко. Просто ты к проктологу приходишь, а он говорит, я засовываю палец вниз, вы ставьте пальцы вверх. И тому, которому засунул, он ра-та-та-та-та. А он его по спине хлопает, говорит, тише-тише, вас как зовут он? Роман. Роман на руке, Роман, Роман на руке. Ребята, я к чему это? Мы с вами взрослые люди. Мы должны подавать пример молодежи, а не наоборот. Смотрите. Вот вы приехали все на дорогих машинах, надели лучшую одежду, красивую, дорогую. Женщины обалденные, в вечерних платьях, на прическе, за столами, в Камеди Клаб, дорогая еда. Вы все здесь. И пока мы все здесь, пока мы все вместе, те, кто постарше, мы должны передать молодежи что-то очень ценное. Мы должны им все вместе из этого зала показать нормальный пример. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Еще не закончили? Ну все. Три, четыре. Премьера сериала. Тема нашего занятия – конфликты и их мирное разрешение. Срочно приезжай в бар «Мираж». Меня забирают в сексуальное рабство. Только маме не говори. Давайте успокоимся и поговорим. Режим! Я знаю свои права. Я читала на фейсбуке. Вы? Я чуть мужа не грохнула. Я взяла его и огрела сковородкой. Вы жертва домашнего насилия. Мы можем пока пожить у меня. Мама всегда рада гостям. Здрасте. Поздравьте меня, я официально развелась. Мама! Ты не знаешь, что такое романтик? Иди посмотри «Дом 2». Ты опять связалась с этим абьюзером? Прекратите мне присылать ваши части тела. Так потихоньку пазл соберешь. А это что такое? Тюнинг для твоего натосика. Куда это? До свиданку. Не буду мешать. Я свое отжила. Я влипла. Я вас сейчас отдеру. Иванько. В понедельник в 8 вечера. Интересное пузо. Надо запомнить. Все, закончился поток юмора. На ТНТ. Яlar. Я. 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 Субтитры сделал DimaTorzok